Берите цветок. Я считаю, что общение это очень важная ценность. Каждый цветок это жизненная ценность. У каждого человека есть свои собственные. Например, любимый уголок малой родины. А есть универсальные. Любовь, семья, дети. Если дерево цветет, значит человек состоялся как личность. Общий стаж Екатерины Волошиной 8 лет. Из них 2 года она работает школьным психологом. Если это младшие школьники, Конечно, это подход индивидуальный к каждому ребенку. Самое главное, чтобы в глазах всегда была доброта и радость. Тогда они с удовольствием идут на контакт. Если это подростки, тогда в глазах обязательно должно быть понимание и желание помочь. А самое главное выслушать. Если это взрослые люди, иногда просто хочется слушать. Так как взрослым иногда не хватает выговориться. Это финал городского конкурса. Три специалиста показывают жюри свои наработки. В основном это групповые занятия. В индивидуальных беседах с детьми, их родителями и даже учителями универсальных рецептов нет. Сегодня главная задача школьного психолога – помочь ребенку справиться с потоком информации, настраиваться перед экзаменами, делать правильные выводы из неудач, адаптироваться в коллективе. Главным вызовом сегодня остается чрезмерное увлечение детей интернетом. Это очень долгий, трудоемкий вопрос. Но единственное хочу сказать, внимание, избитым таким термином, внимание родителя – это самая главная помощь ребенку в том, чтобы он не заигрывался, не засиживался в этом интернете. Потому что чаще всего они, любовь родителей заменяют именно игрой в интернете. Когда им не хватает любви, ласки от родителей чаще всего. Ну, и это еще и самая модная тенденция – жить в интернете. Поэтому родители должны очень быть внимательны к тому, где и на каких сайтах находится их ребенок. На краевом этапе психологи из города-курорта входили в десятку. В этом году Анапу представит Наталья Семененко – педагог-психолог детского сада номер 18. Как говорят в городском центре диагностики и консультирования, где оказывают информационную поддержку психологам в школах и детских садах, сегодня в Анапе появляются новые специалисты со свежими идеями и настроем добиваться высоких результатов. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.